Привет! Венеция – это такой город, где каналов и памятников чуть больше, чем жителей. Есть среди них странный памятник с названием «Персей отрубает голову клоуна из Макдональдс». А что поделать? Новые времена, новые мифы и легенды. Ага, вам не показалось. Это действительно верблюд, на которого натянули костюм Человека-паука. Стоит этот верблюдо-паук неподалеку от пляжа в Абу-Даби. Видимо, все-таки верблюды там у них более популярны, чем какие-то сомнительные супергерои. А что такого? Ну подумаешь, сидят себе скелетики в картишке играют. Заметьте, что вместо стола у них могильная плита. Ну а что поделать? Скучненько на кладбище-то. У них там факторию не показывают. А вот такой памятник стоит в Германии. Он называется «Супермен просчитался». Но, собственно, и без названия прекрасно понятно, что траекторию захода на посадку стоило рассчитывать получше. Обычный памятник слесарю – это скучно. А вот памятник вредному слесарю, который делает подножку несчастному полицейскому – это уже интересно. Это раньше. В сказках нужно было идти на берег синего моря и закидывать невод, чтобы поймать золотую рыбку. Сейчас все проще. Золотая рыбка обитает в банке со шпротами. Ну, если этот памятник достоверен, конечно. Согласен. Выглядит странно. Словно бабушка-мышь вяжет цепочку ДНК. Но на самом деле здесь глубокий смысл. Это памятник лабораторным мышам, на которых всегда ставятся опыты во имя науки. Да, это действительно памятник огурцу. Причем не какому-нибудь, а соленому в бочке. Видимо, чем-то он заслужил признательность жителей города. Наверняка у тебя тоже есть интересные фотографии. Так почему бы тебе их не прислать по ссылкам в описании и не удивить всех? Вот это да! Не каждый день увидишь памятник, который уносит ноги. Причем ноги у него завязаны узлом. И, собственно, ничего, кроме ног и узла, в этом памятнике нет. А это не что иное, как памятник женской сумочке. Каждый человек знает, что в каждой женской сумочке хранится небольшая черная дыра, в которой может потеряться все, что угодно. Ну и найтись тоже может все, что угодно. Да, кто-то решил, что без гигантского огрызка город существовать не может. Это вот вам смешно, а люди каждый день на него любуются. А вот теперь никаких шуток, все очень серьезно. Это действительно памятник гигантской клизме, которую поддерживает триангелочка. И вообще, врачам видняет, что действительно заслуживает памятника в медицине. О, так это же памятник лайку! Нет, ну, дальше вы понимаете, что я обязан сказать? Давайте уже как-нибудь сами, ну, лайк тыкнули, тыкнули подписку, колокольчик, все дела. Что я вас учить, что ли, буду? Перед вами памятник дырки. Вполне логично, что состоит он из одной единственной дырки, проделанной в куске гранита. Кто и почему эту дырку захотел увековечить, история умалчивает. А вот так, по мнению скульптора, выглядит дворник. Самое интересное, что с какой стороны на него не посмотри, он всегда будет повернут к тебе спиной. Жуткая штуковина, если честно. Не просто найти человека, который испытывает симпатию к клещам. Однако даже этому противному насекомому кто-то додумался поставить памятник. К счастью, он маленький и найти его будет непросто. А это памятник блохе. Тут с размерами уже не скромничали, поэтому блоха получилось размером с лошадь. Так что подковать ее можно без проблем. Это жуть, не что иное, как памятник арахису. Вообще, если арахис начнет мне улыбаться во все 32 зуба, то я убегу оттуда с громкими воплями. Они это искусством называют. Да-да, это действительно памятник окурку. Да давайте просто любую помойку переименую в памятник и всего делов. Про Стоунхедж все слышали. А что вы скажете вот про такой архитектурный памятник? Вместо гигантских камней здесь в землю вкопаны автомобили. Что бы это ни значило. А вы в курсе, что посреди Женевского озера торчит здоровенная восьмиметровая вилка? Говорят, сначала местные жители были против и даже пробовали убрать столовый прибор из воды, чтобы вид не портил. А потом ничего, привыкли и оставили вилку на месте. Это мог быть обыкновенный, скучный памятник, которых миллионы по всему миру. Вот только он установлен вверх ногами. А знаете почему? Да потому что он стоит в Австралии. Без шуток, это памятник австралийскому губернатору. Пока в Женевском озере торчит вилка без ничего, у нас тоже есть памятник вилке. Но на нее гордо насажен пельмень. По словам создателей этого памятника, здоровенный паук символизирует зло и мрак. Зачем ставить памятник злу и мраку прямо на городской площади для меня лично остается загадкой. Но, видимо, им там в Канаде виднее, чем горд украшать. Может, они хотели, чтобы из города уехали все арахнофобы? И что такого? Нормальная корова в скафандре. Видимо, кто-то мечтает увидеть буренок в открытом космосе. В Бельгии стоит памятник в виде здоровенной острой иголки. И это можно было бы понять. Но на эту иголку насажена здоровенная зеленая муха. Зачем вообще что-то изобретать? Давайте делать памятники бытовым вещам. Вот памятник прищепки уже есть. Говорят, что его установил человек, который сколотил целое состояние на их производстве. И решил таким образом выразить свою благодарность. Эм, так, все, я опас. Если у вас есть идеи, что это за странный стул с ушами, то напишите в комментариях. Потому что мне не хватает фантазии понять глубокий замысел создателя этой абстракции. Это вроде бы как всего лишь скамейка, но ее почему-то жрут с разных сторон две подозрительные личности. Я бы там сидеть не рискнул. Вдруг всех сидящих они тоже понадкусывают? Думаете, просто какая-то ржавая труба торчит на набережной? А вот и нет. Это памятник трубопроводу. Действительно. Что он, не заслужил что ли? Никогда раньше мне не приходило в голову представлять шоколадку в виде подозрительного волшебника в короне и плаще из фольги. Но, кто знает, может быть именно так и должна выглядеть настоящая шоколадка. А вот как еще должен выглядеть памятник человеку-невидимке? Его же не видно. Зато он старательно натоптал прямо на бронзовой табличке. Это не просто кот расселся на скамейке. Это ешкин кот. Да-да, тот самый, про которого вспоминают каждый раз, когда что-то идет не так. Может показаться, что это тоже памятник коту. Но вообще-то нет, тут все гораздо серьезнее. Это памятник батареи отопления. Это пока они горячие, ты их не замечаешь. А вот когда их отключают, то готов памятник поставить, лишь бы тепло вернули в дом. Не знаю, кто додумался поставить памятник пчеле, но она запросто может стать персонажем какого-нибудь ужастика. Но, видимо, местные жители уже привыкли к такому соседству. А между прочим, не где-нибудь, а в мытищах стоит памятник водопроводу. Хотя есть подозрение, что кому-то просто было лень вывозить старые задвижки. И из них решили соорудить такую инсталляцию, назвав ее потом памятником. Ну и что, по-вашему, табуретка не заслуживает памятника? Это такой полезный предмет в доме, его давно пора было увековечить. Вот и получился такой гигантский табурет в клумбе. Когда каток окончательно и бесповоротно ломается, что с ним делать? Правильно, это уже фактически готовый памятник. Осталось только на постамент поставить, ну не тащить же куда-то в самом деле. Как-то иначе я себе представлял памятник рыбаку. Но, видимо, у создателя этого проекта был какой-то неудачный опыт рыбалки, который он закончил падением в реку с моста. Но, наконец-то, есть доказательства, что детей находят в капусте. Вот, даже целый памятник стоит возле роддома. Все по-честному. Ну, понимаете, это как русалка, только наоборот. Верхняя половина — рыба, а нижняя — человек. Естественно, такой гибрид заслуживает собственного памятника. В Чикаго стоит памятник с названием «Танго с тунцом». И да, действительно, человек танцует танго с тунцом, чтобы это не значило. И, кстати, все только и ждут твоих интересных фотографий, так что быстренько присылай их по ссылкам в описании, чего ты тянешь. Почему-то при слове «памятник» в голове сразу возникает какая-то скукотища, и уж точно не представляешь себе машину, которая куда-то бредет на четырех ногах. Восемь ног — круче двух. Давайте попробуйте оспорить этот тезис. Поэтому в Сингапуре уже взяли и поставили памятник крабу с человеческой головой. Но почему памятники сказочным героям вечно делают такими жуткими? Это ведь муха-цокотуха собственной персоной. Но если бы она приснилась королю кошмаров Стивену Кингу, то он бы проснулся на мокрых простынях. Хотите посидеть в ноздре? Тогда вам нужен памятник носу. А где остальные запчасти от этого лица? Интересно знать. Попробуйте догадаться, что это такое. Я бы в жизни не угадал. Представляете, это памятник зубу мудрости. То есть вот так, по мнению местных жителей, должен выглядеть зуб? Вот, в Бангкоке хотя бы памятник целой голове установили. На фоне того, что в остальных городах одни запчасти, это уже прогресс. А вот домашние тапочки действительно заслуживают памятника. По-моему, выглядит довольно уютно. Особенно вместе с предложением чувствовать себя как дома. Не знаю, как у вас, а меня книга с лицом вместо обложки пугает. Раз уж есть лицо, пускай сама историю рассказывает. Чего я ее читать-то должен? Выбери следующее видео для просмотра. Спасибоньки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok